О главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях. Я Екатерина Лысенко. Здравствуйте и смотрите в выпуске. Наговорил на подозрение. Генпрокурор грозит снять неприкосновенность с еще одного нардепа. Бумага стерпит. Нардепы внесли в повестку дня рекордное количество законопроектов. Сколько примут? Где уголь брать? О чем премьер договорился с участниками блокады? По большим кабинетам что искали правоохранители в мэриях двух городов? Генпрокуратура и СБУ сегодня выдали порцию сенсаций. По данным следствия, в Украине действовали несколько организаций под кураторством ФСБ. Без их вмешательства не обошлись и недавние беспорядки в столице. Но это еще что? Как утверждают силовики, в пособниках у таких организаций были помощники нардепов и чиновники разных уровней. Вербовали за деньги, разумеется. Продолжит Александр Васильченко. Киев, траурные дни, молебны о погибших майдановцах, вечерние вечи, перекрытый центр столицы и усиленный режим охраны. Первые столкновения с полицией происходят ближе вечером, 19 февраля. В СБУ утверждают о провокациях знали и к ним готовились. В подтверждении своих слов глава СБУ обнародует перехвачивание. Встречены телефонные разговоры так называемого официального представителя МИД ДНР Константина Долгова с сотрудником российских спецслужб Александром Чуриндиным. Из беседы следует, что ФСБшник дает распоряжение, как нужно проводить митинги в Киеве. Подчеркиваю, революция достоинства продолжается. Этот пузырь надо раздувать, 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 раздувать и так далее. Даже если где-то они постояли у какого-то дома, у здания, надо говорить о том, что они уже там, в этом доме и так далее, уже выдвигают требования. Сейчас антиукраинской деятельностью занимаются несколько организаций. Находятся они в Днепропетровске, Запорожье, Одессе, Харькове и курируются российскими спецслужбами. Они просуваются сразу за колькими направлениями, на уровне отдельных регионов, через, в том числе, прикро, но народных оборудований разных уровней. Механизм действия – это форумы, круглые столы, конгрессы с следующими звернениями до Верховной Рады Украины, президента Украины. То есть, потом они створят иллюзию массовой поддержки. Иллюзию массовой поддержки российские пропагандисты создавали при помощи чиновников и нардепов. За услуги платили щедро. Один визит на такое мероприятие мог стоить более полумиллиона гривен. У меня в два часа заседание рабочей группы. Оно формальное, без чего-то, без резолюции и так далее. По Запорожью, по изучению проблем регионов, по децентрализации. У меня маленькая сегодня, в связи с событиями, которые в Раде происходят, маленькая явка. То есть, те, которые хотели, они посрывались. Там у меня 9 нардепов должно было быть. Мне надо 2. У меня на каждого бюджет 500. Просто посидеть. Без выступления, без доклада, без ничего. 20 минут. Анечка, селантье, мы тебе делегируем. Финансирование России, политической активности в Украине, говорит Юрий Луценко, началось еще в 2015 году. Одна из целей – скрытая федерализация. Все эти круглые столы, проплаченные из Москвы, которые закликают до федеральной Украины, до свободных экономических зон, до снищения вертикальных структур управления, направлены именно на эту мету – показать, что Украина недеездатна. Работали в Украине несколько групп, говорит Грицак. Возглавляли их в основном помощники депутатов. Другую группу очолював Будяк АВ, руководитель громадского объединения «Донбасское земляство», города Киева, который безусловно контактировал с спецслужбами Российской Федерации. До склада группы входили Ярова, глава секретаря депутатского объединения с реформированием податково-митного и земельного законодательства Украины, Житомирский, помощник консультант депутатов Верховной Ради Кількох, Мені Ович, помощник консультант тоже депутатов. В разговоре обнародованном Грицаком Яровая и Житомирский решают финансовые вопросы мероприятиям. «Разрешил мне Кривошея выйти от его имени, прочитать. Ну то, что ты мне написала». «Я поняла. А сколько это стоить будет?» «Не, ну понятно. Сам нардеп Кривошея уже прокомментировал информацию, заявил, что готов сотрудничать со следствием, своего помощника Житомирского уже уволил и требует его ареста. А в ГПУ заверяют, проверят всех фигурантов этого дела. И на некоторых уже открыты уголовные производства». «Якщо помощники брали участь у тих чи інших, замовленных Москвою, сепаратистских конференциях, заходах, це ще не означає співучасть у цьому народному депутату. Якщо це буде встановлено следствием, належність депутата до будь-якої фракції нас не зупинит». Подозревают в зговоре с представителями России нардепа Андрея Артеменко. Его обвиняют в помощи при введении подрывной деятельности против Украины путем призыва к передаче аннексированного Крыма в долгосрочную аренду. Сегодня против депутата ГПУ открыло уголовное производство. И теперь его ждут на допрос. «В разі, якщо депутат не явиться, ми підготовимо необхідні матеріали для розгляду Верховної Ради України про дачу дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності. Стаття «Державна зрада». Якщо він з'явиться і надасть покази, це ще не означає, що ми не внесямо подання». Ранее американське издання «Нью-Йорк Таймс» сообщило. Парламентарий передал экс-советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну некий план, который в частности подразумевал и отмену санкций против России. Александр Васильченко, Валентин Белич. Подробности – телеканал «Интер». Пока генпрокурор намеревается снять неприкосновенность с нардепа Артеменко, сам депутат обещает вот-вот и расскажет все детали своего мирного плана. А его, уже бывшие коллеги по фракции, радикалы, тем временем заняты спасением коалиции. Вчера они подписали декларацию единства с БПП и Народным фронтом. Что ж, посмотрим, насколько это реанимирует большинство. А сегодня депутаты пытались реанимировать повестку дня сессии. И, похоже, перестарались. Таково мое впечатление от сегодняшнего парламентского дня. Мирный план Артеменко, который наделал немало шума накануне, во все обсуждают в парламенте. Сам нардеп, которого вчера исключили из фракции радикальной партии, сегодня появился в Раде. Говорит, американские СМИ его неправильно истолковали. Своё видение ситуации обещают обнародовать позже, а вот с мандатом прощаться не намерен. Тем временем в кулуарах вовсю ищутся авторов этого самого плана. Подозревали даже нардепов из коалиции, но те всё отрицают. Меня привязывать к этой истории абсолютно не важно, потому что я еще раз скажу, в таких планах я даже до них близко не подойду. А вот с трибуны главная тема – блокада торговли с оккупированной частью Донбасса. Мы требуем от украинской влады негайно прекратить торговлю на крови. Потому что именно это – руйнацией украинской независимости и государства, как институции. Депутатский мандат даёт право на створение и принятие законов, а не на их безкарные порушения, хулиганство, побитие полиции или блокирование залезницы. Ничего не заважало парламенту проголосовать политическую часть Минских угод с передумовым вступом и в силу. Это бы только посылало переговорные позиции Украины. Тем не менее депутаты самопомощи, которые поддерживают блокаду, требуют от Рады принять закон, который запрещал бы торговлю с оккупированной частью. Но не все нардепы уповывают на парламент. У терминового порядка уряд должен запрещать торговлю с оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, подтвердивши вычерпный перелик товаров и предметов, которые можно привозить через линию размежевания в обеи боки. Препинять это нужно не принятие законов, которые просто завуалуют эту торговлю с оккупированными территориями, а прекинять это нужно с самым решением высшей власти Украины. Этим должен заниматься служба безопасности Украины, президент Украины, Рада национальной безопасности Украины и так далее. После политических оценок в Верховной Раде как никогда продуктивная работа. После годовщины трагических событий на Майдане депутаты мобилизовались. Избранники с первой попытки, правда в первом чтении, проголосовали за то, чтобы предоставить статус участников боевых действий активистам Евромайдана. Люди, которые были ранены на Майдане, статусу и никакого социального защиты, кроме выплаты грошовой компенсации, не отримали. Другого шляха, чем расширение действий закону про статус ветеранов войны, на сегодняшний момент нет. А еще нардепы выделили землю на институтской под музей революции достоинства. Законопроект тоже нашел нужное количество голосов. И еще одно достижение утвердили повестку дня сессии. То есть, перечень законопроектов, которые будут рассматривать до лета. Правда, в списке этом все документы, которые уже есть в Раде. Я хочу оголосить, 2327 включаются порядок данной сессии. Только таким чином формуется консенсус и включается консенсус. Я не считаю, что это компромисс Котелок. Я думаю, что эти законы очень потребуют сегодня общество, граждан, граждане нашей страны и все. Те, кто смотрит, важно и следит за политическим жизнением нашей страны. Ну вот, какие документы и когда попадут в зал, зависит в большей степени от спикера. Стать же законами могут около десятка проектов. Те, что включили, это хорошо, что включили. Теперь вопрос, что из этого будет рассматриваться. Наши законопроекти очень хорошие и правильные, так? А чему-то не заходят в порядок в день. И нужно говорить о том, что у нас на сегодняшний день есть достаточно однополярный парламент. Взагалі, это может быть 2-3 закона в день. Вот, пожалуйста, 2 дни мы работаем. Это 6 законов в неделю. В месяц это может быть 10 законов. Вот в год это 120, из 2000 это 120 законов. Такая вот сегодня эффективность Верховной Рады. Я думаю, что все те законы, которые написаны депутатами, они, конечно, будут уже перекладаны на наступное скликание депутатов Верховной Рады. Впрочем, сегодняшняя эффективность Рады закончилась на утреннем заседании, которое, к слову, проходило одновременно с митингом противников торговли с оккупированной частью Донбасса. Правда, активисты как пришли, так и ушли буквально по часам. К обеду на площади перед парламентом осталась только охрана. Екатерина Лысенко, Ольга Рыцарь, Владимир Самченко, Сергей Коваль. Подробности телеканал Интер. В то время как нардепы не могут договориться о законе, который мог бы остановить блокаду, ее участники продолжают останавливать составы. И не только. Им даже удалось остановить работу крупных предприятий и лишить заработка тысячи людей. Какая обстановка сейчас на редутах, знает Олег Решетняк. Олег, здравствуй, расскажи, что происходит на блокпостах в эти минуты. Добрый вечер, Катя. Блокада продолжается уже почти месяц. Перекрыто по-прежнему три участка. И сторонники блокады грозят перекрыть не только железнодорожную, железную дорогу, по которой перевозили уголь с оккупированной территории, но и автосообщение. Сегодня я был на так называемом редуте 16-го добровольческого батальона. И блокирующие вновь и вновь, как мантру, повторяют свои требования. Прекратить полностью торговые отношения с оккупированными территориями, то есть полная блокада. Железнодорожного шоссейного сообщения никакой торговли с оккупантами быть не может. Вот надо сказать, что никакие аргументы о том, что стране катастрофически не хватает угля и скоро начнутся отключения электричества, сами радикалы говорят, что их не воспринимают. Я лично расцениваю любые веерные отключения. Это будет просто шантаж. Электроэнергии в нашем государстве достаточно. Он поезд с углем ехал, видите, 47 вагонов стоит. Подняли палочку и стоит уже две недели. Хозяина нет. Сбежал хозяин. Документов нет. Тепловоз с тоннами угля – один из результатов этой блокады. Еще один результат – остановка двух крупных металлургических предприятий на неподконтрольной Украине территории. И речь идет о Янакиевском металлургическом заводе и еще одном предприятии – «Краснодонуголь», производящего необходимый для промышленности, собственно, коксующий уголь. Несмотря на боевые действия, предприятия продолжали работать, их сотрудники получали зарплату, но в результате блокады их деятельность все же приостановилась. Заводчан отправили в вынужденный отпуск с хранением половины оклада. Сколько людей фактически осталось без работы, пока не ясно. Скорее всего, речь идет о тысячах человек. Мы продолжаем с нашей съемочной группой следить за ситуацией. И как только появится важная информация, тут же постараемся о ней рассказать. Студия. Олег, спасибо тебе за подробности. С участниками блокады в понедельник встречался премьер Гройсман. Об этом сегодня написал на своей странице в Фейсбуке пресс-секретарь главы правительства Дмитрий Столярчук. По его словам, во время встречи премьер в очередной раз подчеркнул, что блокада приведет к перебоям с подачей тепла и электроснабжения, из-за чего пострадают обычные граждане. А на промышленных предприятиях могут начаться массовые увольнения. А вот о том, как ослабить последствия блокады, сегодня говорили на заседании правительства. Впрочем, это не единственные вопросы к обминовской повестке дня. Какие решения одобрили министры, знает Ирина Романова. Минутой молчания в память о погибших 18-20 февраля 2014-го начинается сегодня заседание Кабмина. Петла память героям небесной сотни. Прошу съедать. Тут же следует решение – выделить семьям погибших и раненым активистам Майдана единоразовую помощь. 176 особам, которые отримали тяжкие телесные похудения и 236 особам, которые отримали телесные похудения средней важности. Далее министры переходят к вопросам насущным, к состоянию отечественного энергосектора и блокаде угля из окупированных территорий. Каждый день я говорил о том, что сегодня, завтра или послезавтра россияне обязательно перекрыли железные сполучения для того, чтобы совершить диск на Украину. Но я никогда не думал, что это перекрытие и это энергетическое блокаде будет создана некоторыми украинскими гражданами. Хочу запевнить всех украинских гражданам, мы и эту кризу выдержим. Блокада продолжается уже почти 25 дней. В сегодняшний день уже должно быть отключение, но, как видите, система работает пока в штатном режиме. Все благодаря заготовленным впрок запасам антрацитового угля, на котором работает большинство отечественных ТЭС, уверяет министр. К тому же, добавляет Игорь Насалик, его ведомство параллельно переводит некоторые теплостанции на газовый уголь. Его добывают на контролируемой украинской территории. Но себестоимость его добычи превышает цену, заложенную в тариф на электроэнергию. Цена, которая закладывается в выработку электроэнергии, складывает 1730 гривен. На контролированной территории есть шахты украинские. Они виробляют уголь, добывают уголь из газовой группы, так? Так. По какой цене они продают государству? По цене 1730 гривен. Только 4 шахты в Украине, которые вписываются даже в эту общую цену. Как минимум 18-20 шахт, которые по цене выше. Те украинские шахты, которые добывают уголь по 2800 гривен, мы с бюджета напрямую датуем вот эту разницу. А на Роттердаме, за моей информацией, цена 2829 сегодня, а не 1730. Я считаю, что задача сегодня равняться не на разные биржи, а створить украинскую биржу. К осени дают премьер-задание на Салику, такая электронная биржа должна появиться и в Украине, чтобы ведомство могло выбрать, где покупать уголь. Дома или за границей, в ЮАР или Польша, например. Пока же правительство пытается хоть как-то договориться с участниками блокады Донбасса. Я бы с посередине встречался с людьми и скажу відверто, чимало кілька из них просто дезинформованы организаторами цієї акції. Ще таки торговля. Хто-нибудь бачив торговлю без переказу грошовых коштів. Пока участники переговоров к консенсусу не пришли, но власть очень надеется и уверяет, как бы то ни было, силу к людям точно применять не будет. Ирина Романова, Максим Чеблин, подробности, телеканал Интер. Европейский Союз продлит экономические санкции против Виктора Януковича и его соратников. Случится это уже на следующей неделе, сообщает брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк. В черных списках беглый экс-президент Украины и 15 человек из его окружения. Например, Николай Азаров, Виктор Пшенко, Виталий Захарченко и Сергей Курченко. Те, кто незаконно обогащался за счет госказны Украины. Санкции против них ввели еще в 2014-м. Послы стран ЕС подтверждают продление санкций на один год. Это решение стало довольно легким для Евросоюза. Никто не был против. Состоялось очень короткое голосование. Санкции касаются экономики, но не свободы передвижения по Европе. Утренние обыски прошли сегодня в мэриях сразу двух городов. В Харькове сотрудники прокуратуры расследуют дела по земельным аферам. А в Черкассах пытаются выяснить, куда на самом деле пошли деньги, предназначенные для городских ограждений. Все подробности знают наши корреспонденты. На пятом этаже Харьковского гурсовета в департаменте земельных отношений работа идет своим чередом. Обыски своим. И так четыре часа подряд. В мэрии говорят, следователи здесь частые гости. Приходили за документами в департамент. За документами, которые этот департамент не готовил и на сессию не выносил. То есть, грубо говоря, ошиблись адресом. Не было вылучено никаких документов, кроме трех ксерокопий старых договоров, которые имеют отношение не к нынешнему собственнику земли, а к предыдущему. Речь идет о делах, связанных с выделением земли по так называемой кооперативной схеме. В 2008-10-х годах Харьковская мэрия щедро раздавала участки жилищно-строительным кооперативам. Их учредители, по данным правоохранителей, вовсе не харьковчане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, а приближенные к тогдашнему руководству города Михаилу Добкину и Геннадию Кернесу. По этой схеме бесплатно раздали сотни гектаров. Первое уголовное производство прокуратура открыла еще три года назад. Общуки санкционованы судами и проводятся в рамках досудового расследования. За позвоночник нашей деятельности повернуто достаточно много земли на десятки миллионов гривен, не только в городе Харькове, а и в сельской местности. А в Черкассах следователи прокуратуры наведались в департамент ЖКХ. Ушли, как по звонку, ровно в час дня. Изъяв интересующие их документы. Работники департамента об обысках предпочитают не говорить. Начальника департамента на месте не оказалось. Его зам обескуражен. На столе санкция суда, согласно которой и проводился обыск. Как и подчиненные, он неразговорчив. Жалуется прокуратура на полдня заблокировала работу управления. Следователи искали документы, связанные с прошлогодним тендером по обустройству заборов в центральной части города. Департамент заключил договор с фирмой более чем на 2 миллиона гривен. Следователи подозревают, почти 600 тысяч из них украли. Мы считаем, что работы были необґрунтованно завышены. Шляхом занижения технично-якесных характеристик материала, с которого выполнялись эти работы. Изъятые в департаменте документы следователи отправили на экспертизу. Светлана Шикера, Станислав Кухарчук, Александр Яновский и Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. В Одессе на взятке погорел очередной чиновник. На этот раз сотрудник местного филиала Укрзалезницы. По данному следствию, железнодорожник требовал у бизнесмена 10,5 тысяч долларов. За эти деньги обещал подписать разрешительные документы. Речь шла о подключении трансформатора железной дороги к объекту бизнесмена для подачи электроэнергии. С поличным сотрудника Укрзалезницы задержали работники прокуратуры вместе с полицией. В Мукачеве ограбили банк, причем сами же сотрудники. По крайней мере, подчиненных подозревает руководство в пенучреждении. По их мнению, почти миллион гривен украл инкассатор. Теперь его разыскивает полиция. Продолжит Марина Коваль. Деньги пропали вот в этом центральном отделении счетбанка в Мукачеве. 11 мешков с наличными инкассаторская группа забрала у клиентов, но не сдала в банк. А руководитель группы исчез на следующий день после того, как в банке недосчитались средства. Инкассатор-водитель Василий из той группы уверяет, что к краже не имеет никакого отношения. Все время был за рулем и не поймет, как могли украсть деньги. Василия уволили. Он считает, что незаконно. Теперь пытается восстановиться в должности через суд. Уволили и родственников исчезнувшего инкассатора. Его дядя работал охранником, а тетя уборщицей. В отделении банка, где пропали деньги, об инциденте говорить отказываются. Официальную позицию банка обнародовала пресс-служба. Во всем винят человеческий фактор и признают. Деньги присвоил бывший сотрудник банка, один из многотысячной команды инкассаторов. После служебной проверки всех причастных к пропаже уволили. Клиенту деньги вернули. Но поиски подозреваемого пока безрезультатны. Сейчас в проведении следственного управления пребывают материалы криминального проведения. За фактом привлечения грошовых денег в сумме 813 450 гривен старшим бригадой инкассации. Ощадь банка. На данный момент особа пропорщика установлена. Он оголошен в розшук. До работы в банке инкассатор был сотрудником государственной службы охраны. Ему 33 года. Скрывшись, он оставил жену с тремя детьми без средств к существованию, рассказывают бывшие коллеги. Марина Коваль, Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер. Закарпатская область. Заявление представителей так называемой ДНР о том, что украинская сторона срывает отвод тяжелого вооружения, провокация. Об этом заявили в пресс-центре штаба АТО. И сообщили, что за последние сутки зафиксировали 35 обстрелов со стороны боевиков. Ранен один украинский военный. Самые горячие точки – Мариупольское направление и Авдеевская промзона. Репортаж Геннадия Вивденко. Днем в промзоне под Авдеевкой не прекращается стрельба. Украинские военные запасаются патронами. Время от времени прилетают снаряды из гранатометов с той стороны. Это тактика боягузливая, навязчивая, чтобы показать с той стороны картинку, что украинские военные силы попробуют насыпать невинным шахтерам. И они ведут отходы. Мы на такие провокации не вели. Еще позавчера по позициям украинских военных палили вражеские танки. Разрушили часть стен ангаров. Сегодня наши бойцы только слышали, как технику прогревают. Говорят, ждут гостей вечером. Это один из пунктов минских договоренностей. 120-мм запчастина от Града. Прилетел мне в дом. Это также 122-мм сал. Маленький осколочек. Два дня назад погиб от пули снайпера военнослужащий с позивным Прометей. Бойцы не расслабляются. Мы до волюности соблюдаем, как говорят, и на провокации не ведемся. Так бы даже не стреляли. А нам приходится отвечать, чтобы не молчать. Потому что будем молчать, они будут еще больше баловаться. Здесь уже почти весна. Снег с крыши бывшего Донецкого шиноремонтного завода. Водой стекает вниз. На фронте оттепель морозы сменились с теплом. Заявляется о том, что бои стихают. Однако буквально только что закончился обстрел со стороны боевиков в районе промзоны под Авдеевкой. По риторице той стороны, что говорили их речники, было понятно, что мы вообще огонь по ним не ведем. Действительно, от них вчера мы слышали, так же в этом районе были только РПГ-разрывы. А где-то приблизительно, напевно, до района обеда такая ситуация сберегалась. По данным штаба АТО, в районе Авдеевки враг понес большие потери и провел ротацию войск. Противник сейчас боится переходить к решительным атакам. Однако обстреливает военных при первой же возможности. Геннадий Вивденко, Вадим Ревун и Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Усилить санкции против России призывает президент Украины. Об этом он и заявил на встрече с комиссаром ЕС по вопросам гуманитарной помощи и устранения в кризисных ситуациях. Петр Порошенко считает, что признание Москвы документов, выданных на оккупированной части Донбасса, несовместимо с минскими соглашениями. А Павел Климкин призвал ООН более активно участвовать в урегулировании конфликтов, в том числе на Донбассе. Например, усилить политическое присутствие. Об этом главный украинский дипломат заявил во время дебата в Совете безопасности организации объединенных наций Нью-Йорка. В свою очередь, генсек ООН Антонио Гутерреш отметил, что поддерживает переговоры в нормандском формате, минские соглашения и специальную мониторинговую миссию ОБСЕ. Что думает о конфликте на Донбассе и аннексии Крыма новый советник Трампа по нацбезопасности? Он пришел вместо отправленного в отставку Флина, и этого человека относят к горте ястребов. Почему? Дмитрий Анопченко расскажет. Даже те, кто по любому поводу и очень жестко критикуют Трампа, в этот раз неожиданно приветствуют его новое кадровое решение. Говорят, генерал Макмастер просто идеальное назначение. В отличие от ушедшего недавно в отставку Флина, новый советник по национальной безопасности, здесь, в Вашингтоне, устраивает практически всех. 54 года. Кадровый военный, герой войны в Ираке, знаток военной истории и отличный стратег. В последнее время он больше занимался реформой американской армии. Те, кто его хорошо знают, говорят, генерал – человек, незамеченный в чинопочитании, и будет способен спорить с Трампом и отстаивать свое мнение. Он один из тех, кого называют ястребами, и полная противоположность Флину. Без сомнений, он будет тормозить любое потепление в отношениях с Москвой. Дело в том, что именно две страны – Россию и Иран – генерал считает главными угрозами национальной безопасности Соединенных Штатов. Неоднократно об этом говорил и в узком кругу, и публично, и даже изучал опыт событий на Донбассе, чтобы выработать план противодействия и сдерживания России. Он военный, а не политик. И в своих выступлениях без дипломатических умалчиваний. События в Крыму называл агрессией, события на Донбассе – вторжением. Именно Макмастер все эти годы готовил план адаптации американской армии к методам гибридной войны. Документ поначалу не все воспринимали серьезно, но теперь, по-видимому, он сможет реализовать его сам. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Американское бюро телеканала Интер. Дмитрий Фирташ остается в Вене. Сегодня Высший земельный суд Вены рассмотрел апелляцию Минюста США на вердикт земельного суда, который 30 апреля 2015 года отказал в экстрадиции украинского бизнесмена, назвав преследование политически мотивированным. Сегодня суд высшей инстанции рассматривал дело не по существу, а решал, возможно ли экстрадиция. Его вердикт – выдача юридически допустима, но это не свидетельствует о признании вины Фирташа. И это не окончательное решение. Последнее слово о возможности экстрадиции за министром юстиции Австрии. Сроки пока неизвестны. Иностранцы на службе в израильской армии. Теперь попасть в вооруженные силы еврейского государства могут люди, не имеющие гражданства. Главное условие – они должны находиться на территории Израиля и быть потомками евреев в четвертом поколении. Больше расскажет Сергей Ослендер. Идея, что называется, давно витала в воздухе. В Израиле проживают сейчас тысячи молодых людей, которые не имеют гражданства и даже вида на жительство, а только визу для постоянного пребывания. Как правило, это потомки евреев в четвертом поколении, которые не подпадают под действие закона о возвращении и не имеют право на гражданство. Среди них немало и граждан Украины. Многие действительно хотят служить, в том числе и по патриотическим соображениям, но армия таким всегда отказывала. Теперь не будет. Распоряжение министра обороны предписано таких юношей и девушек на военную службу брать. У них такой возможности нет. А очень часто бывает так, что они чувствуют себя частью этой страны. Они сионисты зачастую. Но ввиду технического какого-то положения, то есть они не пробыли в Израиле достаточное количество времени, чтобы успеть получить статус либо постоянного жителя, либо гражданина, они призваться не могут. Зачастую они пробуют снова, снова и снова. Ко мне в Министерство обороны приходят подобные обращения. И царь до настоящего момента у него просто не было подобного разрешения. Министр имеет право своим распоряжением дать подобное разрешение, и он ему дал. В принципе, иностранцы и раньше могли служить в израильской армии, но только те, кто подпадал под действие закона о возвращении. Три поколения, евреи, его дети и дети его детей. То есть те, кто имел право на гражданство, хотя гражданство для этого не требовалось, только личное желание. Теперь в военном руководстве решили пойти дальше. Для подобных молодых людей это сильно облегчит процедуру получения гражданства, хотя, опять же, не гарантирует его автоматического получения. Но в Министерстве внутренних дел уверяют, что дела вот таких юношей и девушек будут рассматривать в ускоренном порядке, а военную службу будут учитывать при решении вопроса о гражданстве. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Вы смотрите подробности и далее в нашей программе. Стрельба средь бела дня. Кого и за что изрешители прямо возле здания суда в Кропивницком? Европеизация или деградация? Чему хотят учить детей в старших классах? Фиктивные работники. Чем аукница для Марин Лепен? Скандал с несуществующими помощниками. В Кропивницком средь бела дня и прямо у стен городского суда расстреляли мужчину. Он в критическом состоянии. Кто устроил пальбу и почему? Подробности у Елены Брынзы. Это здание Кировского райсуда совсем рядом. Детский сад и поликлиника. Нападение произошло в полдесятого утра. По предварительной версии четверо мужчин разбили стекло в автомобиле Митсубиси и вытащили с салона водителя. Дальше события разворачивались под окнами адвокатской конторы. Люди бегали. Здесь, в принципе, нам было хорошо видно. Напали на человека. Ну, каких-то нюансов сказать не могу, потому что сама испугалась, была в панике, в шоке. Слышно было выстрелы. Даже ни криков, ни такого ничего. Напали на 37-летнего Александра Максимчика. Известно, что он ранее был судим за разбой и нанесение тяжких телесных повреждений. А сегодня должен был свидетельствовать в суде по делу о незаконном хранении оружия. Мужчину увезла скорая в тяжелом состоянии. Поранения очень серьезные. В огнестрельное поранение верхней третьей бедра. Сейчас травматологи оперуют. И тяжкое поранение ножевое поранение грудной клетины. Нападавшие с места преступления скрылись на автомобилях. Сначала на Лексусе, а затем пересели на Хонду. Патрульные за ними гнались через весь город. Задержали троих мужчин. Все жители Кропивницкого. В полицию утверждают, они были знакомы с пострадавшим. О том, что нападающих было четверо, стало известно позже. Мужчина сам обратился в больницу скорой помощи с огнестрельными ранениями ног. Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности. Телеканал Интер. Кропивницкий. В Николаеве приостановили тендер на закупку инсулина. Чиновники говорят, все из-за того, что при составлении документов произошла техническая ошибка. Ее исправили и торги возобновили. Но есть опасность, что может повториться прошлогодняя история. Тогда конкурс заморозили на несколько месяцев. И диабетики остались без жизненно необходимого инсулина. Сейчас прокуратура ведет уголовное производство по этому делу. В Минздраве прокомментировать ситуацию не захотели. Глава ведомства заявила, пишите официальный запрос. Что же касается снабжения пациента в инсулинах, сообщила, уже в этом году процедура его закупок будет изменена. Сейчас закупка открытый реестр инсулинозалежных. Пациенты приходят к лекарям. Лекаря тогда записывают их в реестр. Пациент получает в 8 областях рецепт. Идет в аптеку. Идет планование в аптеках, чтобы они понимали, сколько инсулина им будет нужна. Нам нужно заповнить реестр, чтобы было лучше планование. Глобальные планы и в Министерстве образования. Точные науки там хотят вывести из списка обязательных, зато изобретают новый предмет путем скрещивания. Объединить хотят физику, химию, биологию, добавить астрономию, экологию, географию и получить некий симбиоз под названием человек и природа. Впрочем, с новаторством не спешат, пока изменения вынесли на обсуждение общественности. Плюсы и минусы ноу-хау, выясняла Ирина Баглай. Украинской старшей школе пора стать профильной. В Министерстве образования предлагают разгрузить учеников и дать им выбор, у кого к чему душа лежит. К точным наукам или гуманитарным. Ряд предметов планируют объединить в группы. К примеру, алгебру и геометрию в математику, а физику, химию, биологию и географию в человек и природа. Нам пора подолгать, и про это говорят все, у ту большую предметность. Обязковых предметов сделали 9. Мы даем определенный конструктор, и мы даем право выбору детям или родам. В школах новаторства образования воспринимали скептически. Дети не будут знать даже то, что они должны знать минимально. Объединение трех предметов в один может привести к сокращениям учителей, опасаются эксперты и ученые. Но в Министерстве образования настроены более оптимистично и рассчитывают на учеников, которые выберут для углубленного изучения и физику, и химию. Мы заклали субвенцию 300 миллионов гривен на покупание кабинетов для математичного природничного навчания. Для этих кабинетов. Чтобы стимулировать изучение этих примеров. Чтобы было интересно. Я думаю, что пропорция будет 40 на 60, 50 на 50. Еще один вопрос – квалифицированные кадры. Где найти учителей для интегрированных предметов и по каким учебникам учить старшеклассников? Инициатива пока обсуждается. Учебные планы только составляют, успокаивают в Министерстве. Объявлен конкурс проектов программ и учебников. Их планируют подготовить уже к лету. Тем временем в Национальной академии наук, которые обратились за советом чиновники, ученые физики обеспокоены не на шутку. Главная угроза, считают они, это отказ молодежи от изучения точных наук. А значит, отсутствие квалифицированных кадров и удар по экономике. Выясняется потом, что эти люди, гуманитарии, стоят руководителями страны, стоят парламентарами, стоят владельцами думок. И они не знают, как все это работает. Что это означает? Это означает, что страны руководят люди, которые не понимают, чем они руководят. Первым, чем запускать эти вещи на национальном уровне, мы должны понять, что мы не запускаем интеллектуальное разгромение нации. Пока вопросов больше, чем ответов. Перейти же на новую программу обучения министерство планирует уже в следующем учебном году. Ирина Баглай, Василий Миновщиков и Богдан Савруцкий. Подробности, телеканал Интер. Пять машин с мусором задержали в Глобино Полтавской области. Они выгрузили кучу отходов на полигонию неподалеку от города. Уже известно, что привезли их из Львова. Во всяком случае, сотрудники коммунальных служб нашли чеки из магазинов и другие документы. Полиция задержала водителей, но к тому времени они успели разгрузиться. Сегодня же народный депутат Сергей Каплин заявил о создании в Верховной Раде Следственной комиссии, которая займется вопросом блуждающего по стране львовского мусора. Мы зарегистрировали тимчасовую следственную комиссию, чтобы расследовать действия коммунальных служб садового, его людей, его команды, которые вывозят из Львова и разкидают по всей стране. Вместо того, чтобы остановиться в крадежках, в коррупции, вместо того, чтобы остановиться в деребании земли, финансов, ресурсов и решить кардинально эти вопросы, безусловно в себе в городе, построивши и сметопереробный завод, и соответствующие полигоны. Сам мэр Львова буквально вчера оправдывался по поводу мусора, завезенного в Запорожскую область. Там, напомню, кучи отходов появились в городе Пологи, буквально в нескольких сотнях метров от жилых домов. Традиционно машины разгрузились ночью. По предварительным подсчетам сбросили почти 100 тонн отходов. Столько в Пологах собирают за месяц. В том, что мусор именно из Львова, нет сомнений. Здесь и чеки, и накладные, а местные власти уже подсчитали, утилизация обойдется в 30 тысяч гривен. Но Андрей Садовый в очередной раз заявил, что никакого отношения к мусору не имеет. Львовский мусор уже почти год колесит по стране. И, похоже, на карте осталось совсем немного областей, куда его еще не привозили. Машины с отходами задерживали и в западных регионах, и в центральных, и на юге. Но мусор продолжает блуждать по Украине. Новый виток громкого коррупционного скандала в Париже. В эпицентре снова одна из самых ярких фигур президентской гонки Марин Лепен. Зачем правоохранители обыскивали штаб ее политсилы? Подробнее Телена Зорина. Дело парламентских помощников обрастает новыми подробностями. Именно так окрестили расследование, которое ведется в отношении Марин Лепен. Речь идет о нецелевом использовании средств фондов ЕС. Якобы лидер ультраправых трудоустроила свою ассистентку в Париже и телохранителя в качестве парламентских помощников. Но чтобы не просто числиться, а действительно работать, эти люди должны были находиться в одном из офисов Европарламента в Брюсселе, Страсбурге или Люксембурге. Но там они не появлялись. В общей сложности ассистентка и охранник получили 350 тысяч евро. Вернуть эту сумму в общеевропейскую казну уже потребовали европарламентарии. А Мартин Шульц инициировал проверку. Вот почему накануне вечером правоохранители пожаловали в штаб партии Национального фронта. Что искали и нашли, или пока не комментируют. В самой политсиле коррупционные обвинения категорически отрицают. Дескать, это медиа-операция, цель которой повлиять на ход президентской гонки. Да и обыски ультраправых далеко не первые. В прошлый раз полицейские так ничего и не нашли. Сама Липен ранее выплаченные деньги возвращать отказалась. Более того, подала иск против Евробюро по борьбе с мошенничеством, которое и ведет это дело. Похоже, политик из-за этой истории особо не переживает. Она сейчас в Ливане и прерывает свой визит из-за обысков не намерена. При этом уже на Ближнем Востоке стала фигурантом другого скандала с Верховным Муфтием. Липен отменила с ним встречу из-за того, что от нее потребовали покрыть голову платком. Даже самый высокий в мире суницкий авторитет не заставит меня надеть хиджаб. В этом нет необходимости и это не имеет большого значения. Вы можете передать мое почтение Верховному Муфтию, но я не стану покрывать голову. Если об этой истории могут быстро забыть, то с коррупционной такое вряд ли произойдет. Замять ее не получится и, скорее всего, она повлияет на рейтинги Липен. Из-за нечистых на руку политиков и кумовства во Франции совсем недавно прокатилась волна протестов. Ведь фиктивное трудоустройство – это не только история Липен, но и еще одного кандидата в президенты – Франсуа Фиона. Напомню, в разгар скандала с оформлением его супруги в качестве помощника депутата рейтинг Фиона упал на 16 пунктов. Из Брюсселя Елена Зурина, Иван Ермаков. Подробности – Европейское бюро телеканала «Интер». Верхняя палата британского парламента оказалась в центре масштабного скандала. Лордов обвиняют в безделье. Из 800 членов палаты многие даже ни разу не голосовали, но деньги за работу получают исправно. Продолжит Светлана Чернецкая наш СОПКОР в Лондоне. Британский парламент – один из старейших в мире законодательных органов. Многовековые традиции здесь ждут по сей день. Но в последнее время все чаще звучат призывы пересмотреть их, дескать, устарели. В частности, состав Верхней палаты. Ведь палата лордов насчитывает 800 человек по количеству, уступая лишь парламенту коммунистического Китая. Исходя из такого огромного числа политиков, неудивительно, что большинство паров никогда и не выступали в парламенте. Многие даже и не голосовали ни разу. И, возможно, британцы и дальше закрывали бы глаза на такую раздутую палату, если бы не деньги. Официально лорды зарплату не получают, но каждому из них полагается пособие за посещение. А это 300 фунтов в день, около 10 тысяч гривен. И что примечательно, дают их за регистрацию и даже не проверяют, что было сделано за этот день. Поэтому, по словам самих паров, есть такие, кто забегает за деньгами и тут же исчезает. В принципе, все согласны с тем, что палату лордов необходимо реформировать. Но вот что именно нужно менять, вопрос. Консультации начало еще правительство Блэра, а не длятся все эти годы. И такое впечатление, что мы ходим по кругу. В отличие от членов палаты общин, лордов не избирают, а назначают. Они получают свои пожизненные титулы с подачи премьера или же по наследству. Есть также лорды духовные, представители англиканской церкви. Большинству паров за 90. И уже годами длятся дебаты о том, что процесс назначения лордов давно устарел. И их нужно избирать. Но до сих пор традиции нерушимы. И реформа палаты лордов остается только на бумаге. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Где появятся летающие таксидроны? Как телефоны охраняют японских женщин? И зачем голливудская звезда Анжелина Джоли кормила детей пауками? Об этих и других новостях далее в нашем обзоре. Муж президента, жена вице-президент глава Азербайджана назначил супругу своим первым заместителем. Мехрибан Алиевой 52 года. И в случае, если муж по каким-то причинам не сможет исполнять свои обязанности, она по праву может перенять на себя президентские полномочия. Ильхам Алиеву власти уже 13 лет. До него страной 20 лет руководил его отец. Пробки нипочем, если ты на дроне такси. Такое чудо техники появится в Дубае уже в июле этого года. Пока что беспилотник китайского производства проходит последние испытания в Объединенных Арабских Эмиратах. Аппарат способен развивать скорость 100 км в час и подниматься на высоту 300 метров. Однако без подзарядки может работать не больше 30 минут. И рассчитан всего на одного пассажира с небольшой поклажей. Телефон-охранник в Японии создали приложение для мобильного, которое предупреждает о насильниках. Программа «Мимо Мочи» распознает местонахождение владельца и посылает сообщения в случае приближения к местам, где ранее происходили преступления на сексуальной почве. Программу разработала японская полиция, чтобы женщины и дети чувствовали себя в безопасности. 94-летняя китаянка покорила интернет своими занятиями кунг-фу. Несмотря на возраст, Джан Хэсянь в отличной форме. Китайской гимнастикой она занимается с 4 лет. Долгое время работала тренером, теперь занимается со своим сыном и тренирует внучку. Боевое искусство не раз выручало ее в жизни. А однажды Хэсянь спасла соседку, которую избивал муж. Одним ударом в груди ей удалось сразить мужчину на повал. 296 щелчков пальцами за минуту ради рекорда сделал японец. Студент Сатаюки Фудзимура умудрился стать известным благодаря назойливой привычке. Он щелкает пальцами с такой скоростью, что фиксировать его показатель пришлось целой комиссии экспертов. Предыдущий рекорд составлял 276 раз. Анжелина Джелина кормила своих детей пауками. Во время поездки в Камбоджу голливудская актриса знакомила их с местной кухней. Деликатесы готовила сама. На глазах у детей разделывала насекомых и жарила на сковороде. При этом рассказывала, что именно так выживали люди во время войны. Больше информации на нашем сайте, подробности UA. А я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok